Музыка Всем привет! Меня зовут Тори и добро пожаловать на мою кухню! Готовим с вами сегодня итальянский суп с фрикадельками. Что нам для этого нужно? 500 грамм фарша, 3-4 литра воды, 150 грамм томатной пасты, 1 стакан тертого сыра пармезан, 150 грамм панировочных сухарей, 500 грамм моркови, 150 грамм лука, 1 яйцо, 7-8 зубчиков чеснока, 500 грамм картофеля, растительное масло для жарки, петрушка, соль, перец, итальянские травы по вкусу и 2 листика лаврового листа. Ребят, начнем мы с чего? Начнем с того, что просто мелко пошинкуем лук. Музыка Кастрюльку ставим на огонь, в этой кастрюльке мы будем все варить. Добавляем немного масла, буквально 3-4 столовые ложки, мне не хватает. И отправляем в это масло жариться лук. Лук мы пассируем до того состояния, которое вам больше нравится. Я всегда говорю, хотите до прозрачности, хотите до румяности, то есть до золотистости. Я буду жарить до золотистого цвета. Так вот, пока у меня жарится лук, я тем временем беру терку и тру все полкило моркови. Погнали! Пока мы терли морковку, собственно, лук уже у нас пожарился, приобрел легкий золотистый оттенок. Отправляем к нему всю нашу морковь. И обжариваем ее так же, собственно, до легкой, горячей ко мне, до легкой мягкости. Морковка пожарилась. Через пресс отправляем туда 3 зубчика чеснока. Даем чесноку прогреться буквально 30 секунд. Отправляем туда итальянские травы наши, немного черного перчика. Ну, можно и много, как вы любите, собственно. И опять же, специи наши прогреваются 30 секунд. А запаха очень вкусно. Ммм, чесночком, специями. И выливаем сюда наши 3-4 литра воды. Количество воды, ребят, зависит ровно от того, насколько густой сок вы любите. Тут уж нужен эксперимент. Отправляем эту водичку сюда. Размешиваем. Выкладываем томат. Солим. Опять же, по вкусу. Все хорошо перемешали, чтобы томат у нас разошелся в этом бульоне. Сейчас мы перемешаем, накроем крышечкой и дадим закипеть. Пока наш бульон, основа нашего супа будет закипать, мы быстренько с вами порежем картошечку кубиками. Ну, размер, опять же, зависит от ваших вкусовых предпочтений. Наш бульончик закипел, картошечку мы порезали малюсенькими кубиками. Отправляем. А, кого же надо? Эти. Конечно, я и осторожно. О чем вы говорите? Все, отправляем вариться картофель. Картошка должна у нас, собственно, до готовности свариться. А что мы с вами делаем, тем временем, мы сделаем как раз те самые фрикадельки. В фарш мы отправляем наш чеснок. Через пресс или мелко рубленый, это уже как нам больше нравится. Так, перчим. Солим. Я делала круто. Посолю только картоши. И все. Половина пармезана. Даже не половина, а чуть больше половины сюда у нас. Половина нашей петрушки. Остальная половинка у нас уйдет в супчик уже заправлять готовый. Сухари панировочные. Начинаем вымешивать. Смотрите, обратите внимание, у меня осталась водичка. То есть, в случае, если фарш получится у вас очень другой, нужно чуть-чуть водички. Вот я чувствую, надо. И хорошенечко все это вымешиваем. В водички добавляем столько, чтобы довольно эластичный получился фарш, чтобы из него было удобно лепить фрикадельки. Итак, наши фрикадельки готовы. Вернее, фрикадельки не готовы, а готов фарш. Формируем фрикадельки и их выложим на дощечку. Размер фрикаделек тоже зависит, как вам больше нравится, на любителя. Ребят, пока мы лепили фрикадели, а их у нас получилось как нормальное количество, у нас картофель сварился. Но, учитывайте, он должен не полностью свариться. То есть, дойти до даже чуть-чуть больше, чем полуготовности. И именно сейчас мы отправляем в наш суп фрикадельки. И будем варить наши фрикадельки до полной готовности. Собственно, до полной готовности картофеля. Фрикадели вот такого размера успеют довариться, потому что им минут 10 варится максимум. То есть, все у нас должно подойти одновременно. И буквально за 5 минут до окончания варки, я расскажу, что нужно будет делать за 5 минут до окончания варки. А то вам будет неинтересно, и вы не досмотрите до конца. А так будет нечестно. Поэтому пока что варим фрикадели вместе с картошкой. Ребятушки, у нас картофель полностью сварился. Фрикадельки тоже мы проверили. Вот так разрезали, посмотрели, не сыры ли они внутри. Все замечательно. Мы еще 5 минуточек можем это все поварить. И буквально за 5 минуточек до окончания варки лавровый листик туда отправляем. Зелень нашу оставшуюся мы порубили. И оставшийся пармезан. Все размешиваем. Варим еще буквально 3-5 минут. Все, 3-5 минут варим. И на этом наше приготовление супа, собственно, закончилось. Можем подавать к столу. Вот, собственно, и все. А вы не забывайте радовать себя и своих близких. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк под этим видео. И под всеми другими нашими видео переходите на наш канал. Там много уже интересного, а будет еще интереснее. Подписывайтесь на все наши паблики. Вконтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Гугл Плюс, в Одноклассниках. Собственно, мы есть везде. Все ссылочки в описании. Скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok